Всем привет, это Лиза Краснова и в сегодняшнем видео я покажу вам свои обновки из покупок для дома и одежды. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть. Честно говоря, я никогда не славилась шапоголизмом, но иногда бывают такие моменты, когда ты что-то покупаешь, 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 у тебя этого много накапливается. А поскольку я знаю, что все любят смотреть и заглядывать в чужие шкафы, то это видео будет для тех любопытных, кому интересно, что живет в моей квартире и в моем шкафу. Итак, начну с того, что я вам обещала показать. Вот такая чашка, я показывала ее в одном из своих влогов, я оставлю вам ссылку внизу. Это чашка, у которой с одной стороны губки, а с другой стороны усики. То есть это как бы чашка для мальчика и для девочки одновременно. Мне кажется, что она очень крутая. Это бренд Jonathan Adler. Ссылки, где купить все эти продукты, я оставлю вам внизу. Она очень классная в качестве подарка. Мне нравится, что она такая пузатенькая, ее удобно держать в руке. Я вообще люблю большие чашки. Вот эти маленькие мензурки на два серба, меня вообще не радуют. Я люблю вот этот минимальный формат чашки, который меня устраивает. Лучше еще, чтобы было побольше, вот тогда будет прям совсем круто. Следующая штука, которая покорила все ваши сердца, это вот такая подставка под помадки. Она выполнена из пластика, достаточно плотного, очень красивая, очень аккуратно сделанная. Конечно, по цене немного кусючая, но в качестве подарка или если вам нужно купить одну красивую штуку, чтобы поставить на нее все свои помадки, вот это вот именно идеальный вариант. Она клевая, мне нравится, что она действительно качественная, не китайская какая-то барахляшка, но единственное, что в ней помадки шатаются, потому что отсеки достаточно большие, поэтому передвигать ее лучше не стоит, потому что все будет высыпаться. Еще одни обновки для дома, это сковорода. Это такие новые сковородки от Тефаль. Они выполнены в супермодном в прошлом году оттенке Марсала. С этой стороны у них такое красивое голографическое покрытие. Индикатор нагревания сковородки, когда температура 180, когда типа можно уже начинать жарить, какая-то пошлятина, по-моему, то этот индикатор становится полностью однородным. Говорят, что у этой сковородки еще какое-то супермощное покрытие, и она типа не портится и устойчива к всяким ударам и всему остальному, но я думаю, что это вы можете проверить на своем плохо ведущем себя мужа, я как бы не в курсе. В общем, классная сковородка, большая, у меня гантамания какая-то, я люблю большие сковородки, большие чашки, в общем, чтобы все в квартире было большое и заметное. Я не суперсильно хозяйка, поэтому покупки для дома на этом окончены, и переходим к покупкам одежды. Очень хотела бы вам показать свою шляпу. Вот такая у меня новинка, это фитровая шляпа, сделанная на заказ у девушки, которая ведет свой собственный бренд, называется Цветкова флора. Ссылки на эту шляпку я оставлю внизу, вот здесь для вас прикреплю фото, как выглядит эта шляпка на мне. Те вещи, которые я смогу найти на них, ссылки или фотки на себе, я обязательно оставлю сверху. То есть сейчас показывать что-то на себе, кроме крутой шляпы, я не могу. Шляпа очень классная, выполнена из супер хорошего фетра, плотного, она прошита, и она вот держит форму сменной ленточки. То есть, в принципе, вы можете заказать у Светы несколько других вариантов лент, и будет как бы круто, вам сменная ленточка. Она делает шляпки на заказ, буквально в течение одного дня она может уже ее изготовить, ну, зависит, наверное, от загрузки, не знаю. Мне на следующий день уже была готова шляпка. Очень красивая, можно обсуждать варианты цвета, в общем, Света такая, что она сама еще предложит 55 вариантов, того, что вам может понравиться. В принципе, на пока еще погодка позволяет, эта шляпка то, что нужно. А на лето, я думаю, что какая-нибудь соломенная у нее уже будет заказана к тому моменту, когда появится первое солнышко. Еще одна штучка из неизменных атрибутов моей зимы, это помпоны. Здесь, конечно, их нацеплено 4 штуки на одну сумку, но сейчас я вам сниму и покажу. Я просто купила еще 3, и мне их привезли, я их прицепила все на одну сумку, поэтому не пугайтесь, я не ношу 58 котят на одной сумочке. Изначально я заказала себе вот такой вот Марсала, это песец, это очень хороший, качественный мех. Это не какая-то кокулька из Китая, которая облезет через 2 дня. У меня подружка заказала 10 помпонов по цене одного такого помпона, и эти 10 помпонов, в общем, у нее скончались примерно спустя неделю. Вот этот малыш со мной уже несколько месяцев, я его вот трогаю, глажу, жмакаю, в общем, все его трогают, ничего с ним не происходит. Вот такой вот пушистик. Еще я заказала вот такие цветные на смену к ней помпоны. В общем, весна розовая, я совсем не блондинка, нет, нет, ну что. Еще одна вещь совсем не розового цвета, это пижамка. Вы в этой пижамке меня могли видеть в видео о том, как делать макияж, кстати, который сейчас на мне, поэтому переходите по ссылке и посмотрите. Это пижамки от Эврид Эй Санды, она из хлопка, очень приятная. Я беру ее с собой в поездки, чтобы она всегда напоминала мне о доме. Это украинский бренд, поэтому вдвойне приятно поддерживать отечественного производителя. Вот такой вот заводной горошек, кармашек, в общем, красивая штучка, ссылка тоже будет внизу. Еще одна вещь из одежды для дома, это совершенно что-то неожиданное для вас, это тапки от Эйвен. Вы себе не представляете. Эйвен мало того, что делает прикольную бюджетную косметику, они еще и делают суперкрутые тапки. За прошлую зиму я сносила такие мохнатые, типа валенки, как у медвежонка, а в этом году вот такие вот у меня малыши дела, снежные, со снежинкой, они такие теплые. Здесь внутри в них какой-то пушочек, и так приятно, они прям как будто бы котики. Это звучит ужасно, конечно, но на ощупь это очень круто. Очень вам советую присмотреться к тапочкам, и вообще одежде домашней от Эйвен. У них есть очень классные, достойные, качественные вещи. Я вот на себе проверила уже не первый раз, вот с ними сталкиваюсь, они классные. Если мы уже говорим об обуви, то сейчас я вам покажу такие бомбические сапоги. Фото, конечно же, прикреплю этих сапог, потому что пытаться вот как-то так это все здесь поместить невозможно. Сапоги из замши куплены в Zara, и достаточно бюджетно, потому что я их купила примерно с 70% скидкой. Это остался последний размер, который типа на размер меньше моей ноги, но вы знаете, мы все девочки, и можно пальчики поджать, там ногтики обрезать, я не знаю. Если сильно хочется тебе купить какую-то обувь, то тебя ничего не остановит. Собственно, так случилось с этими сапогами, но слава богу, они мне подошли по размеру, потому что Zara это какой-то супер загадочный бренд. Я ношу там обувь от 38 по 40 размер, поэтому я совершенно не могу угадать, там нужно все мерить. Ну а сапоги бомбические, мне очень нравится этот каблук в таком олдскульном варианте наших мам. Еще одна пара обуви из Zara, это вот такие туфли комбинированные с замшевым носиком, и как будто бы под рептилию сделанным каблучком и пяточкой. Мне очень нравится вот этот вот вырез их элегантный. Тут есть специальная такая резиночка, которая будет держать вашу ножку, как будто бы. Один раз я из них вывалилась, поэтому пока что не ношу их, жду, когда, наверное, мои ноги растолстеют к лету, чтобы ступни не скидывали эти туфли. Они очень красивые, они по цвету подходят под Peugeot, который мне давали на тестирование, я, кстати, о нем расскажу, так что переходите, оставлю даже ссылку. Просто мое спасение всей жизни, это резиновые сапоги. Это резиновые сапоги, которые просто супер-супер резиновые на 100% сделаны в стиле Челси, или как называется эта обувь? Напишите мне, пожалуйста, потому что у меня что-то совсем плохо с этими всякими модными названиями. Ботинки, как сказала бы моя бабуля, вот такие. Они очень блестящие, на них страшно цепляется вся пыль, поэтому я их вот протерла перед съемкой, и через секунду опять все в пыли. Они стоили где-то 40 долларов, но они просто офигенно выглядят. Они реально самые красивые сапоги, резиновые ботинки, я не знаю, как это назвать, которые я когда-либо в своей жизни видела. Посмотрите, они настолько стильные. Ну вот, вот как вот. Ну, они просто волшебные. И, честно говоря, очень часто, когда мне нужно надеть черную обувь, я надеваю именно эти сапоги, и вообще не парюсь. Я внутрь положила обычную стельку шерстяную, и, знаете, очень тепло. Кстати, я даже зимой в них ходила, когда было жутко осляпать, вот с этой стелькой нормально, тепло, и вообще супер, ничего не потеет, как там рассказывают, фу, в резиновых сапогах заведется грибок. Грибок заведется, если ноги не мыть, вот реально. А в резиновых сапогах, если вы нормально их проветриваете, и положили туда какую-то нормальную, естественно натуральную стельку, типа шерстяную или войлочную, все будет ок. Самая моя любимая покупка, это вот это платье, оно очень красивое, картинка будет сбоку. Я просто вообще очарована этим бантиком. Он такой классный, великолепный. В принципе, это платье, которое вот теперь стало моим фаворитом. По-моему, каждый раз, когда я сажусь снимать видео, я думаю, что надеть, и почему-то хочется надеть это платье, но я понимаю, что если я буду все время в одной и той же одежде, вы подумаете, что все, как бы у меня кризис жанра, кризис гардероба, и быть все время в одной и той же одежке, я просто запутаюсь потом, где какое видео, если оно будет ничем неотличимо. Еще одна красивая штука, это вот такой комбинезон, черно-белый. Он с шортиками, конечно, с жутко каким-то развратным вырезом. Он именно на лето, он из натуральной, очень тонкой ткани, у него есть кармашки. Я в этом комбинезончике была на мероприятии от Maybelline, когда они запускали новую рекламную кампанию, так что переходите по ссылке, посмотрите влог. Очень классный, очень его люблю, но буду ждать, когда уже немножко потеплеть, потому что я носила его пару раз с плотными колготами, но это выглядит так странновастенько. Ну, нормально, но странновастенько. Просто вам его показываю, чтобы вы знали, что у меня есть одежда на лето. Из разряда хотела что-то купить, это вот такая майка с тигрюлькой, на которой написано Don't You Disturb. Она предназначена для того, чтобы быть пижамной, но для меня вообще нет никаких рамок и ограничений. Я в ней хожу, в люди, и нормально, в общем-то, все, по-моему. Я надеваю просто сверху кофту, потому что она достаточно короткая, здесь проймы такие глубокие. Я надеваю кофточку сверху, и все, норме. Оставлю вам ссылку на видео, где мы с Дианой Суворовой, кстати, в этой майке тестировали помаду. Так что, очень даже приемлемо. Натурально, естественный материал, Минг Пинг бренд. У них какие-то бывают заоблачные цены, но я эту майку купила на распродаже, и вообще очень довольна. Мне нравится такой тигрик прикольный. В принципе, там можно в самолет в ней кататься, если вы не хотите, чтобы вас там кто-то трогал. И последнее, что я очень полюбила, это вот такая красная кофточка от Гэб. Просто обычная красная кофточка, у нее очень приятный состав. Я вообще ненавижу то, что в последнее время все делают синтетические вещи. Во мне, наверное, умерла какая-то 75-летняя женщина. Мне нужно все из хлопка, все натуральное. Я терпеть не могу синтетику. У меня просто начинается какая-то моральная тревога. Я совершенно не понимаю, как можно носить синтетические вещи. Конечно, я их ношу, потому что почти все сейчас синтетическое, но я еще из тех времен, знаете, кто говорит, вот, вот в моей молодости были вещи. Реально, у меня просто есть джинсы, которым 10 лет, а теперешние джинсы из Зары, даже из самого крутого материала не проживают и пятистирок. Ну, грусть, печаль, тоска. И что? Какую одежду я передам своим детям? Знаете, как наши родители передавали нам там ливайсы какие-то винтажные, а я что передам? Ну, резиновые сапоги разве что, потому что их ничего не берет. Эта кофточка, она очень красивого красного цвета. Вот я как красного весной поняла, что психическое обострение требует чего-то красного в моей жизни, в моем гардеробе. И вот я купила эту кофту, и теперь я, в принципе, из нее не вылажу. Это какой-то мой тотемный наряд, потому что красную кофту хочется все время надеть. Я не знаю, мне в ней как-то спокойно. Наверное, нужно что-то делать. Может быть, что-то там по цветовым этим нюансам в моей жизни пошло не так. В общем, если вы в этом всем разбираетесь, там энергетика цветов, все эти пш-пш-пш, напишите мне внизу в комментариях, почему меня так страшно потянуло на красный цвет. Вот и все. Это были все мои обновки, новинки. Я надеюсь, для вас это видео было интересно. Если да, поддержите его пальчиком вверх. Опять же, напомню, что все ссылки на все эти вещи, которые я смогу найти, будут внизу в описании в инфобоксе, так что нажимайте кнопочку еще и переходите. В общем, я готова к весне, одета, обута, так что не переживайте за меня. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до новых встреч. Пока!